Всем привет, друзья! С вами Нильв Горн, это игра Trailmakers, и мы продолжаем, продолжаем играть и развиваться в этой игре. Ну да, развиваться, получать новые блоки, проходить как можно дальше, ну и там подобное. Кстати, спасибо вам огромное за ваши советы, за советы на что делать на чекпоинте и как с двигателями, потому что, оказывается, реально, ну, каждый двигатель нужно было настраивать, то есть брать каждый... Вот так вот, брать каждый двигатель и настраивать. Вот так вот, как настроено у меня сейчас, собственно говоря, то есть сейчас как раз-таки настроено, что назад, и видите, вот даже заметно по вращению колес, ух ты ж, йоу-йоу-йоу, и сейчас вся мощь вот этих пяти двигателей V8, да, стоит на задних колесах. Единственное, поворачиваемость, поворачиваемость сразу упала, но все-таки ладно. Нам нужно стартануть и как можно дальше уже проехать. Погнали! Нормально. И мы получаем четыре новых блока. Да, я их специально вот так вот остановился в предыдущий раз на той стороне, чтобы сейчас начать с подвесочки. Давайте, наверное, построим устройство с подвесочкой, наверное, будет так правильнее. И тогда мы, наверное, должны все перестроить, на мой взгляд, да? То есть мы должны прям вот вообще все перестроить, прям вот, прям вот-вот-вот-вот-вот вообще. Так, здесь мы... Так, давайте это тоже уберем. Это тоже уберем. В общем, вот так вот. Хотя здесь можно вот так вот делать. Оп. Выделять как бы все колеса, да? То есть вот так вот и оп. Вот так вот. Оп. Это двигатель давайте тоже уберем. Что же у нас теперь есть? Подвесочка. Да, ребятки, настоящая подвесочка. Но она, единственное, у нее как бы минус, да? Она не настраивается. У нее нет настройки. То есть мы не можем там поднять, опустить. И это может быть минусом на самом деле для, ну, этой игры. Но, ребят, не забывайте, что это только как бы начало, да, игры. Так что, блин, настройки могут появиться. Так, впереди мы, конечно же, ставим повороты. Так, здесь мы вот так вот выставляем. Здесь тоже выставляем поворот. Вот, отлично. Так, отлично. И теперь, единственное, я бы, наверное, подальше сделал. То есть я бы еще, ну, в общем, задницу я бы увеличил. Вот так вот давайте. Вот. Нет, не так вот, а вот так вот. И здесь вот, оп, оп, вот так вот, к примеру. Даже можно вот так вот. Вот так вот. Оставим вот так вот. И вот здесь вот как раз таки я поставлю сейчас колеса. И этого, по-моему, будет, да. Да, да, да. Усковато получается. Так, нам, значит, что нужно сделать? Так, давайте вот это уберем. Неудобно немножечко к некоторым моментам. Нужно привыкать. И это как раз таки непривычно. Так. 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 В принципе, готово. Насколько пять двигателей стояло, да? То есть мы здесь спокойно можем разместить также такое же большое количество этих двигателей. Пожалуйста. То есть, но сейчас будет все ведущие. И это неплохо, в принципе, потому что транспорт у нас на подвесочке. Теперь по-другому совершенно реагирует машина на прыжки, на приземление. И тут, как видите, локации в разы и в разы больше. Давайте сначала... Оу. Покатаемся куда-нибудь в другое место потом. Так, починиться надо. Потому что вдруг где-то блоки еще скрытые, да? Потому что, видите, здесь очень много, куда можно еще съездить. Так, вот там вот вообще что-нибудь есть. Жалко, нельзя поворачивать камеру во время езды, да? То есть это было бы, по крайней мере, интересно. Какие-то джунгли заносят вообще прям. Прям вообще заносит. Притом вот здесь вот, видите, такая как будто бы сырость, да? И вот такое чувство, что вот, ну, реально такое ощущение по управлению машиной, что здесь... О, видите, детальки какие-то, что буксует, буксует. Буксует транспорт, вот такое ощущение. Так, отлично. Вон, видите, в занос пошла. Просто на ровной поверхности в занос пошла, можно сказать. Ну, можно сказать на ровной. Это, конечно, не все стопроцентные ровные поверхности. Так, а вот здесь что-нибудь есть? Или здесь все уже? Тупик, тупик, понятно. Давай, давай. Видите, пробуксовочка какая идет? То есть здесь, похоже, все-таки поверхность очень-очень значима. Вот здесь вот прям видно. Во-во-во. Или это у меня такой транспорт? Во-во-во, а что подлагилось-то? Не понял, типа, сейчас что лагало-то? Может быть, я слишком широкий транспорт сделал? Не знаю. В общем, давайте сначала соберем вот эти предметики. И там вон восклицательный знак. По-моему, что-то новенькое, да, лежит? Это еще один двигатель. И здесь, похоже, нам предлагают стартануть на ту сторону. Окей. Вух. Видели задок, как заносило? Так, и вот здесь вот что-то... По-моему... А, мне еще один двигатель дали. Здесь... Вот, говорят, как управлять в воздухе транспортом. То есть можно... Можно, да, именно можно им управлять. Так, давайте мы еще один двигатель, наверное, добавим. А мы сейчас вот как-нибудь вот так вот сделаем, да? Вот так вот. Отличненько. Еще больше моего... Вух. На месте просто. Смотрите, он дрифтит. Так, ладно, окей. Так, а здесь у нас что? А, здесь просто спуск, да? Давайте прокатимся. Посмотрим, что тут. Опаки. О-о-о-о. Блин, прям... Реально его заносит. Я даже... Прям даже управлять даже не знаю, как правильно. Еще какие-то детали. И новые детали. Да-да-да. Вон, видите, они так... Оп. Спойлер. Угу. Угу. И... Ну, такая длинная балка, что ли. Так получается. На самом... На самом деле, я бы сейчас еще пару колес поставил. Мне кажется, из-за этого и идет занос. Ну-ка, давайте попытаемся... Попытаемся что-то сделать. Ну-ка. Так, и вот куда-нибудь вот сюда вот сейчас бы. Вот. Давайте-ка вот сюда вот. И... Конечно же, разворачиваем. Тут плюсуем. Здесь. Оп. Так, и обедем. Сюда переносим. Здесь ставим. Так. Теперь подвесочка. Нет. Чуть выше. Вот так вот. Плюсуем. Оп. 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 Эм... Что-то пошло не так. По-моему, подключение... Блин. Ну все. Теперь будет косячить мне. Вот. Подключилось. И... Есть. Так, отлично. Такой шестиколесный у нас транспорт получится. Так как мы в предыдущей серии попробовали... Ву-ву-ву. А что он? Вы видели? Вы видели, как передок приподнимается, да? При этом... При этом при всем, ребят... Это как бы не все, да? То есть мы можем спокойно взять с вами вот так вот сделать. Вот так вот и... Вот так вот. Конечно, есть спойлер, но я типа... Типа для чего он? Вот. Ну типа... У меня... Непонятки определенные. Так, давайте так вот его поставим. Или вот так вот. Вот. Во. Просто он... Я не вижу, чтобы он какой-то изогнутый был, чтобы он нас прижимал к земле или... Типа приподнимал над землей. То есть вот типа... Непонятно. Может быть это для стабилизации просто? Как крылья? Может быть... Он в горку набирает, прикиньте. Так, я вроде бы еще не везде здесь был. Блин, мне кажется что ли, или скорость вот... Скорость набора упала. Разворот прям страдает у нас. Можно, конечно, кто-то написал, можно сзади поставить колеса для поворотов. Но, ребят, ну это такое, типа... Типа это уже слишком будет. Так, здесь опять куда-то прыгать нужно будет. Но на ту сторону. Ну ладно. Оп-оп-оп-оп. Сейчас на самом деле я ищу только блоки. Прикиньте его, заносит как. Блин, ну вот конечно шестью колесами я бы, наверное... А вот сюда он заедет, интересно? Да, заезжает, отлично. То есть подвесочка все-таки присутствует. Не, похоже сзади тоже нужно поворотный стоять. Потому что я вот, смотрите. Смотрите. Видели? С места рвет как. То есть я не могу управлять в этот момент, когда я срываюсь с места и не могу управлять транспортом. Так, здесь, по-моему, ни черта нет уже. Вот, вот серьезно. Ладно, давайте уже наверх и стартанем на другую сторону. Посмотрим, что там. Так, нам сюда. Ну, готовься. Погнали! Погнали! Давай, больше скорости! Соточка, соточка! Не зря тут писали об аэр-контроле. Давай! Такое чувство, что он намного медленнее стал разгоняться. Реально. Ну, нормально, нормально. Мы тяжело, но приземлились. И да, ребят, здесь у нас... Jet Engage. Два реактивных двигателя. Ну, то есть у меня теперь есть реактивные двигатели. Да, ребят, именно... Именно... Именно так. Так, давайте их попробуем поставить куда-нибудь, да? То есть... Хотя вот куда их поставить-то? Так, во-первых, давайте вот так вот. И вот эти вот части мы немножко перенесем вот сюда. Я все-таки думаю, это что-то типа крыльев. Вот серьезно. Мое мнение, это что-то типа крыльев, поэтому вот так вот. И вот так вот. У нас 60 остается. И если я не ошибаюсь, двигатель, да. Двигатель стоит ровно 30-ку. Мы ставим прямо вот здесь у двигателя. И еще один. Оп. Но мне кажется, это крылья все-таки. Я их использовал до этого как крылья. Ну, и сейчас тоже буду использовать как крылья, потому что... В общем, мне так кажется. Ха-ха. Так. И... И управлять, собственно... Ну... Реактивным двигателем просто на пробел топливо никакого не жрет. Но здесь мы перепрыгнем точно, наверное, уж, да? Тут не слишком далеко. Но как ускорение... Черт! Ну, нормально. Я просто зацепился. Я перед ком зацепился, по-моему, да? Вот у меня такое ощущение было. Пошел! Ву-ву-ву-ву-ву-ву! Нормально. Норм... Нормально. Ребят. Нормально. Ха-ха. Так. Но единственное, что меня вперед несет, да? То есть вот это... Здесь непонятно. Мне еще нужны дополнительные блоки. Конечно, здесь можно кучу двигателей убрать, облегчить устройство. Так. Так, может быть, вот сюда вот? Давайте попробуем перепрыгнуть, а? Стоп. Все. Так, вот сюда вот. Пошел! Ну, я... Я, конечно... Я, конечно... Как-то очень странным образом приземляюсь. Но самое главное, я приземляюсь. Вот. Это самое главное. Так, у нас тут вообще что-нибудь есть? Потому что что-то типа... Крыло отвалилось. Он прям вот... Слишком много двигателей, на самом деле. Мое мнение. Я... А-а-а! Я здесь был, ребят! Я здесь был, по-моему. Ну-ка. Блин, опять у меня занос. Видите? Видите? В занос пускают. Просто вообще моментально. Из-за мощности колес, ребят. Тупо из-за мощности колес. Прям, я бы сказал, он... У меня бы прям... Дрифтовая тачка какая-то получилась. Нормально. Так и задумано. Так и задумано, ребят. Не знаю, как вам, но... Это было... Жестковато. Ну-ка. Надо переделывать, конечно. Меня... Слишком несет вперед. Это непонятно из-за чего. Это... Но, скорее всего, это из-за... Крутых, мощных двигателей. Вот этого большого количества двигателей. Давайте парочку уберем, а? Серьезно. Давайте вот парочку уберем. Вот этих вот. Вот этот и вот этот. Так. В принципе, на самом деле, можно вообще обрезать. Вот прям вот так вот. И такая машинка получится. Ну-ка, давайте попробуем. Просто попробуем. Оп. Нет. Слишком много. Так. Оп. А-а-а. Здесь вон что. Но... Это не проблема. Это не проблема. Мы сейчас быстренько все исправим. Все сделаем, как было. Вот так вот. И плюсик. Все. Готово. Ну-ка, у нас такая вот... Такой обрезок получился. У-у-у-у. У-у-у. Ха-ха. Он прям... Он априори сразу же встает на козла. То есть он... Ему вообще побараб... Ух. Это было больно. Не знаю почему, но его тащат вперед. Тащат вперед. Прям вот видно было, что он переворачивается прям вперед. Я в этом не силен. И вот в этой аэродинамике, да. То есть... Не знаю почему. Может быть... Может быть потому, что крылья вот здесь вот стоят. Кстати, может быть такое. Может быть давайте их... Давайте их переставим, да. То есть... Ну переставим, допустим, назад. Вот, к примеру, вот сюда куда-нибудь, да. То есть... Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот и... Ну вот. Ну... Стоп. Есть. Отличненько. А, господи, отвалились двигатели. Так, двигатели мы давайте поставим куда-нибудь вот сюда вот. Хотя это слишком, наверное, да. Ну вот сюда давайте. Чуть пониже. Так сказать. Так, я знаю, что вот здесь еще проход есть. Давайте сюда попытаемся. Идеально. Идеально. Идеально, ребят. Я не знаю, как вам, но по-моему, я просто идеально сейчас ровное приземление сделал. Чуть-чуть только не хватило мощности, да, так скажем, долететь. Прикольно. Прикольно. Блоки. Отличненько. Shield plate 1 на 2. То есть, я так понимаю, то есть ширину 1. И свет, ребят. О, свет это прикольно. Давайте посмотрим, как он работает. Свет у нас на складе, да? То есть, я так понимаю. Давайте его сюда вот поставим. Да, именно вот, именно вот сюда вот я хотел его поставить. Конечно же. Даже видно, как он светит. И мы сейчас его еще подкрутим немножечко. Так. Так. И вот мне его нужно вот сюда. Вот. Отлично. Плюс. Вот сюда вот. И... Так. Нет. Нет. Вот так вот. Отличненько. Ну да, освещение нормальное. Блин, опять он на козла что-то хочет стать. Так, давайте еще здесь поездим. Поищем что-нибудь. Оп-оп-оп. Главное не упасть. Там уже вода у нас начинается. Так, дальше. Блин. Переворачиваться он из-за того, что короткий, конечно, будет частенько. Но... Ладно. Пока что нормально и так. Интересно, вот такого разгона мне хватит? Почему? Вот. Смотрите. Да это уже все было... Идеально. Да, конечно, я разваливаюсь, ну потому что ударяюсь, да? Но над приземлением еще надо поработать. Вот так вот. Так, вроде бы я все собрал. И, по-моему, мне теперь... Да, заново, то есть мне нужно... Да, понятно. Ну, идеально, ребят. По-моему, идеально, да? То есть... Вообще, то есть... Он... У него вот прилет идеальный. Но приземление такое хромает, потому что, ну... Ну, потому что колеса вот пружинят. И меня начинает... Я начинаю скакать. Вот в этом только проблема. Теперь нам нужно на другой остров. Сейчас я... Нам на те горы нужно. Но у меня получается им управлять в воздухе. Вот это вот хорошо. То есть сделали маленький такой легкий транспорт. И нормально. Так. Стопешенька. Мне нужно... Значит, нет, не здесь. 138 с чем-то. Я не знаю, почему он взорвался. Ну, ладно, окей. Взорвался так взорвался, да? Мне вот, по-моему, вот туда. Вот туда. Ну-ка. Сейчас посмотрим. Вот где-то здесь старт будем делать. Ну, хотя у нас предел 130 с чем-то, да? Пошел! 150. Есть! Есть! Перелет! Прям вот... Прям вот... Прям вот... Но я перелетел, ребят. Я перелетел. Вот, чтоб чекпоинт активировать, мне нужно здесь, типа... Здесь, вот сюда, я так понимаю, двигатель поставить, да? То есть я так понял. Во! Да, expedition points. Видите? А, и карта открылась, типа... И вот, видите, 3 сразу мне дали, да? То есть это время, типа, за сколько я... Типа, окей. Вернуться обратно можно? На этом, ребятки, я буду заканчивать. Потому что дальше у нас еще есть, что показать. Там дальше будет аэродинамика, и это будет очень интересно. Я не прошел то задание с аэродинамикой, и будет очень интересно. Ребят, игрушка... Ну, я не знаю, как вам, но мне она очень нравится. Возможности вот этих двигателей, да? Со временем... Со временем и плавание будет. То есть это интересно, и это... Кстати, вот сейчас вот... А давайте-ка мы сейчас один эксперимент сделаем. Сейчас я быстренько один эксперимент сделаю. Нет, только вот его сюда вот нужно поставить. Вот так вот, чуть ниже. Вот здесь вот тоже чуть ниже. И здесь можно вообще вот так вот два. Сейчас, сейчас, сейчас. Вы все сейчас поймете, ребят. Просто моментально поймете. Главное, чтобы она ехала. Нормально едет. Так, потихонечку, потихонечку. Мы медленно... Медленно должны это делать. Нет, слишком тяжелый транспорт. Слишком... А, нет. Двигатели не работают. Нет, плыву, ребят. Или плыву. Нет, все-таки... Короче, здесь с этими баллонами будет очень интересный момент, потому что... Потому что, ну, с баллонами вся фишка в том, что можно так сделать плавучее устройство. То есть баллоны... В них есть как бы кислород, да, то есть и они могут плавать. И это довольно-таки интересно. Но это уже может быть в следующей серии или в экспериментах, которые мы посвятим после того, когда пройдем весь этот остров и у нас откроется гейм-мод, да, то есть возможность открытия гейм-мода с тем, чтобы настраивать и устраивать просто все, что угодно в окханале бесконечное количество блоков, бесконечное количество устройств и тому подобное. Всем всего. Спасибо за просмотр. Удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok